Вести Карачаева Черкесия Номерной фонд курортов региона на новогодние праздники забронирован почти на 90%. И в школах Карачаева Черкесии стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. А теперь подробно об этих и других темах. Под председательством главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова состалось заседание, на котором обсуждены вопросы, связанные с реализацией комплекса мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан и их семей. Эти вопросы руководители региона держат на личном контроле. Семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев получат адресную помощь по любым возникающим вопросам, от обеспечения продуктовыми наборами до получения квот на лечение и газификацию их домовладений. Соцработники и сотрудники местных администраций находятся в постоянном контакте с подшефными семьями. Кроме того, на заседании обсудили комплекс мер по дополнительному оснащению участников спецоперации. Сегодня в соответствии с потребностями продолжается формирование грузов со снаряжением для наших бойцов. Помимо уже выданных комплектов и снаряжения, оперштабом еще приобретены сотни комплектов зимней одежды и утепленной обуви. Формируется очередная партия тепловизоров, раций, квадрокоптеров, генераторов и т.д. Глава Карачащики Сирашид Тимрезов дополнительно поручил проработать вопрос взаимодействия с военными госпиталями, где сегодня проходят лечения наши земляки для оказания помощи раненым. Мы должны понимать, что на нас лежит большая ответственность перед семьями мобилизованных граждан и перед самими мобилизованными. Неоднократно повторял, что мы должны им оказывать максимальную поддержку и внимание, и это должно происходить ежедневно. Поэтому сегодня я хотел бы заслушать доклады о том, какие меры поддержки реализуются и как они реализуются, какая ситуация с выплатами и что у нас по очередной поставке тех необходимых наборов вещей и первой необходимости и одежды, и лекарственных препаратов. В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь военнослужащим. Присоединиться к проекту может каждый. На сайте mobilizacja.rf размещен список необходимых армий, товаров военного применения и предметов бытовой необходимости. Вся продукция, предоставленная предпринимателями, будет промаркирована зонтичным брендом, сделана для фронта и направлена в зону боевых действий. В проекте уже участвуют более 200 предпринимателей из 37 регионов России. Министр здравоохранения Республики Казим Шаманов ознакомился с ходом капитального ремонта Тибердинской участковой больницы. Мероприятия осуществляются в рамках реализации оригинальной программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачао-Черкесии. Сейчас на объекте строители заняты демонтажем перегородок и окон. В ходе ремонта будут заменены все коммуникации и проведены отделочные работы. Поликлиника будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появятся пандусы и санузлы. Работы планируется завершить к концу этого года. 21 ноября во Всемирный день телевидения в парламенте Карачао-Черкесии поздравили тех, благодаря кому ежедневно с экранов телевизоров мы узнаем новости нашей республики, смотрим передачи о жизни субъекта и его жителей. Журналисты, операторы, операторы монтажа, редакторы, продюсеры, сплоченные команды телекомпаний ГТРК Карачао-Черкесии, Архиз-24, Черкесск ежедневно готовят к выходу в эфир новостные и публицистические программы, рассказывая зрителю о народах Карачао-Черкесии, их традициях, культуре, ремеслах, выдающихся людях, спортивных достижениях и т.д. Виновников торжества поздравил и вручил награды председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ парламента региона Науру Стимрезов. Вы проводите огромную работу и без лишних слов искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия, всегда позитивных эмоций, так что от вас многое зависит. Если у вас позитивное настроение, то у всех зрителей, у миллионов людей, в частности, будет позитивное настроение. Так что сейчас много очень у нас и социальных сетей, так что нас везде смотрят, смотрят по всему миру, потому что у нас и курорты всемирные есть, это и Архизы, и Донбай, у нас природа, про которую уже давно знают далеко за пределами нашей страны. А самое главное у нас люди, вот так как сегодня ваш праздник, я скажу самое главное, журналисты, вы, которые так вот можете во всей красе показать нашу республику, наших людей. Прививочная кампания против гриппа к предстающему эпидсезону продолжается. На сегодняшний день провакцинировались почти 172 тысячи жителей Карачао-Чекесии, из них 51 тысяча 700 дети. Всего в наступившем эпидсезоне ОРВИ и гриппа предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе соответствует средним многолетним показателям. По итогам прошлой недели эпидемические пороги заболеваемости не превышены. Положительная динамика прироста отмечена во всех когортах населения, кроме детей 3-6 лет и взрослого населения 15 лет и старше. В самом крупном городе республики Черкесске динамика прироста заболеваемости также положительная во всех когортах населения. Прирост за неделю среди совокупного населения составил 10%. Специалисты Россети Северный Кавказ подключили к электрическим сетям животноводческие комплексы группы компаний Домате, расположенные в окрестностях хутора Родниковского и поселка Ударного Прикупанского района. Для подключения объектов к сетям энергетики и филиала Крача Чекескэнерго построили около полукилометра линии электропередачи и установили пункт коммерческого учета. В результате комплексу по селекционно-племенной работе в хуторе Родниковском выдано 30 кВт-часов мощности, а в поселке Ударном, где уже построена и введена в эксплуатацию в первую очередь от кормочной площадки на 14 тысяч голов мелкого рогатого скота, заявителю увеличен объем выдаваемой мощности на 40 кВт-часов. Следственными органами республики завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и участников организованной преступной группы из числа граждан России и стран Средней Азии сразу по восьми эпизодам. Обвиняемые организовали канал поставки и незаконный сбыт наркотических средств, в частности героина и метадона, на территории Карачао-Чикесии и Ставропольского края. По версии следствия, житель Екатеринбурга организовал преступную группу с целью сбыта наркотиков, к участию в которой привлек гражданина России и двух граждан-выходцев из стран Средней Азии. Далее участники орггруппы в различные периоды времени прибыли на территорию Ставропольского края, где по каналам поставки получали наркотические средства. Затем, находясь по местам своего проживания, расфасовывали наркотики в удобные для сбыта упаковки, после чего осуществляли незаконный сбыт путем многочисленных тайников-закладок. В ходе расследования дела было обнаружено более 70 тайников с наркотическими средствами. В отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в настоящее время прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Министерство образования Карачао-Черкесии вместе со специалистами Института повышения квалификации работников образования и Центра информационных технологий проводит серию информационно-разъяснительных мероприятий для выпускников, в ходе которых ученикам, их родителям и педагогам рассказывают обо всех тонкостях написания итогового сочинения. Подробности у заместителя министра образования и науки республики Фатимы Бикижевой. Детей в первую очередь волнует это написание сочинения и изложения, потому что сочинение и изложение является допуском к итоговой аттестации. Первый срок написания сочинения – это 7 декабря. И сегодня во всех образовательных организациях все выпускники готовятся к написанию данного сочинения. На курортах Карачао-Черкесии отмечается высокий уровень бронирования мест в гостиницах на предстающие новогодние праздники. Бронирование на Архизе достигло 95%, а в Домбае – 80%. Наши курорты традиционно пользуются большим спросом на новогодние праздники. Особенно у гостей популярны Домбае, Архиз, Туркомплекс, Медовые водопады и Тибердинский национальный парк. Несмотря на то, что до новогоднего периода еще больше месяца, номерной фонд забронирован почти на 90%, рассказал министр туризма и курортов Карачао-Черкесии Расул Тикеев. В прошлом сезоне новогодние каникулы на курортах региона провели около 170 тысяч туристов. Отметим, что на курортах Карачао-Черкесии для гостей подготовлено более 200 отелей, базы отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной степени сложности и общей протяженностью 52 километра. Ну и в продолжение темы туризма. Карачао-Черкесия лидирует среди самых востребованных направлений для отдыха в глэмпинге осенью. Российский сервис бронирования отелей и квартир твил.ру проанализировал статистику и на основании данных бронирования нашел самый популярный у российских туристов глэмпинге для осеннего отдыха. Лидирует в рейтинге южные направления для осеннего периода во главе списка Анапа, Архиз и Сочи. На территории Карачао-Черкесии с 14 ноября по 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. О том, какие мероприятия будут проводиться в республике в этот период, сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД и МВД по Карачао-Черкесии Лилия Гогушева. По итогам 10 месяцев текущего года на территории Карачао-Черкесской республики отмечается рост трех основных показателей аварийности, в частности, по количеству дорожно-транспортных происшествий, по числу погибших и раненых. В период времени с 14 ноября по 14 декабря текущего года сотрудниками госавтоинспекции на территории Карачао-Черкесии проводится месяц по безопасности дорожного движения. Мероприятия проводятся в целях снижения уровня аварийности, основными причинами которого являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также нарушение правил перевозки детей. Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблюдение правил дорожного движения начинается с нас самих. Берегите себя. Имам поселка Кавказского Прикубанского района Руслан Ибзеев призвал жителей Карача-Чекеси соблюдать правила дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения. Относитесь к тем, кто едет рядом с вами или же переходит дорогу так, как бы вы хотели, чтобы к вам относились. Знай, что за рулем этого автомобиля точно такой же человек. Относись к нему должным образом, проявляй уважение. И знай, что если по причине твоего нарушения дорожного движения человеку будет нанесен вред, то ты несешь полную ответственность за это. Не дай Аллах, если этот человек умрет по причине твоего нарушения дорожного движения. Это означает, что ты являешься убийцей. Это поважение ислама. Каждый человек, который садится за руль, берет на себя ответственность. И если он навредит кому-либо, нарушив те общепринятые правила дорожного движения, он несет за это ответственность. Поэтому будьте внимательны во время управления транспортными средствами. В столице Карачао-Чекеси появилась аллея роз. Сотрудники регионального филиала Россельхозцентра провели благотворительную акцию и высадили цветы возле диализного центра республиканской больницы. Идея проведения высадки аллеи роз в диализном центре возникла не случайно. И это не первая наша благотворительная акция. Подобные мероприятия ранее проходили в детском доме и в других заведениях. Надеемся, что данная аллея будет радовать глаз работников и посетителей центра, рассказал руководитель филиала Россельхозцентра по Карачао-Чекеси Артур Хубиев. Предприниматель из Карачао-Чекеси Арсен Карасов стал победителем четвертого спецконкурса президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта, представляющего историческое единство Донбасса с Россией и преемственность истории, будут проведены тематические уроки для школьников и студентов региона. Его творческая концепция заключается в проведении занятий, абсолютно не похожих на стандартный урок истории, к которому дети привыкли за годы обучения. На каждом занятии будет своя изюминка, заключающаяся в тематике мультимедиа оформления и приглашения общественных деятелей и интересных личностей. Участие подростков не будет ограничиваться только прослушиванием и просмотром. Им будет предоставляться время для выражения своих идей, своего введения ситуации. С 1 марта следующего года жители многоквартирных домов смогут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Такая возможность будет доступна тем, кто по каким-то причинам временно не пользуется данной услугой, например, из-за отъезда в отпуск или командировку. Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются, исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Чтобы сделать перерасчет, нужно будет подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие туристические путевки или авиабилеты. Правда, услуга будет предоставляться жильцам, которые отсутствовали более пяти календарных дней. Во всех десяти районах республики пройдут тренинги про самозанятость. В регионе уже стартовала серия обучающих тренингов «Самозанятость. Инструкция по применению для потенциальных и начинающих предпринимателей муниципальных образований Карачаев-Черкеси». На сегодняшний день обучение прошло в ряде муниципалитетов республики. Спикером выступил Салый Хурусов, заместитель начальника Центра поддержки предпринимательства. На мероприятиях раскрыты все плюсы и минусы самозанятости. Участники узнали, что такое самозанятость, как получить этот статус и что он дает. В республике стартовал муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников, который продлится до 21 декабря. В нем участвуют ученики 7-11 классов, успешно выступившие на школьном этапе Олимпиады, а также победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года. На основании результатов данного этапа будет сформирован список участников следующего регионального этапа Олимпиады. Интеллектуальные состязания проходят по 19 общообразовательным предметам, математике, русскому языку, иностранному языку, это английский, немецкий и французский, информатики, физики, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву и другим предметам. Студенческий народный хореографический ансамбль «Шох и Лук. Дружба» стал победителем в номинации «Национальная хореография» межоригинального фестиваля этнической культуры «Этнова» в Дагестане. Студенты из семи регионов Северокавказского федерального округа представили свои национальные подворья. Посетители фестиваля смогли познакомиться с традициями, культурой и промыслами народов Кавказа. В программу вошли вокальные выступления, театральные постановки и галоконцерт. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. В конце дня в горах местами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду, в горах до 15-20 метров. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, в горах местами плюс 7-12. В Черкесии без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 20 градусов выше ноля. В южных и центральных районах Карачаево-Черкесии местами высокая пожароопасность. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут. Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около семи часов. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!